У нас в гостях Наталья Берязева, наша слушательница и наш коллег-журналист. Между прочим, доброе утро, Наталья. Доброе утро всем! Привет! Полетели! Мы надеемся расспросить ее о Германии. Недавно она там была и была не одна, а с внучкой. И наш эфир будет сегодня не просто посвящен достопримечательностям, но и таким лайфхакам, как путешествовать с ребенком. Это волнует многих родителей, бабушек и дедушек, потому что это все-таки, как бы кажется, ну что, ребенок тоже человек? Тоже человек, но это значительно осложняет весь путь, правильно говорю? И че это вы так мой маршрут сократили? Вообще-то мы были в четырех странах с внучкой, и план у нас был такой. Мы летим в Швейцарию, через Германию, через Австрию, естественно, Франция, Диснейленд. Моей внучке шесть лет, зато не выпускной, я уплачу завтра в доску и в полоску. Тем более я там в организаторы, потом мы идем в Галилео и прочее, прочее. Так вот, мы с ней уже выезжаем в пятый раз. Мы дважды были в Болгарии, дважды были в Турции. Но я же помню, как 20 лет назад я вывозила своих детей, Марьяну и Ваню, в Диснейленд. И поэтому, я думаю, пока я еще бабушка бодрая, я еще крэйзи бабушка такая, свожу-ка я моего ребенка в Леголенд, в Диснейленд. Сильно поменялись принципы путешествия с детьми вот с тех лет? Сильно стало летать сложнее, потому что появилась мамочка Child Free, которая их просто от детей трясет в самолете, а самолетов пока без детей как-то не бывает. Вот, поэтому с мучкой, говорю, мы летаем давно. И мы составили план, что мы летим в Германию. Я проработала в Германии 18 лет и, слава богу, я говорю на языках свободно. Друзья, сначала в Акранхайм, это под Майнцем. Потом мы едем в Мюнхен, потому что Леголенд находится под Мюнхеном. Потом оттуда мы уезжаем в Цюрих, потому что у меня подружка в Цюрихе живет. Из Цюриха мы опять и в конце путешествия, мы через Австрию едем в Диснейленд. Вот, такая была наша программа. И самое главное, на какие денег на путешествия? Это же вообще, потому что ха-ха-ха, смейте здесь все, пенсия 10 тысяч рублей. Вот, ну я, конечно, подрабатываю, пишу тексты, но, сами понимаете, чем старше ты становишься, тем странно на тебя так смотрят. Это чуть-чуть-то куда-то она еще лезет зарабатывать. Кстати, на Зен я Крэзи Бабушка, подпишитесь. Там деньги платят, если что. Так, я сразу говорю, Зен, Яндекс.Ру, Крэзи Бабушка, по-английски. Вот, и поэтому я пытаюсь зарабатывать, как я могу, тем более веду в парке через гильдей и зеркальный почерк до Винчи. Я копила, копила, копила. Моя дочь считает, тебе надо, ты и лети, и собирай деньги. Я мотаюсь, при чем? Это твоя прихоть. Вот, а так как я бабулька-тообразованная, мне очень хочется много дать ребенку. Прямо хочется, думаю, чем больше я смогу сейчас вот ребенка впихнуть, потому что я люблю слушать всякие психологические штуки по поводу воспитания, образования и прочее. Поэтому я составила план. И с Майей мы в Турции познакомились с этой швейцарской семьей ровно год назад. Я думаю, все, следующий у меня такой план. Я собрала деньги, купила билеты заранее, получила визы через наше консульство, потому что... За сколько заранее нужно купить билеты вот в такое путешествие, чтобы это было, ну, по карману, более-менее? Так, мы полетели с внучкой 28 апреля, а билеты у меня уже были в кармане в январе. В январе тоже через знакомых, в турагентстве мама, опять же, подружки, девочки, в садике работают в турагентстве, которая отслеживала варианты, чтобы быстренько нам купить билеты, потому что... Ну, не в смысле скидку сделала, просто она следила, да, и предложила людям билеты. Самое-то главное, я думала, полечу через Мюнхен, потому что раньше были прямые рейсы через Мюнхен, а тут бац, мюнхенские рейсы сняли, получается, только Франкфурт на майне. Но зато можно туда и назад, и получаются праздники. А в праздники, ну, нет прямых рейсов сейчас в Германию, таких очень удобных. Поэтому мне пришлось лететь на праздники, я не хотела на праздники. Зато там, наверное, в праздники много интересных мероприятий, куда можно сходить. Да ну прям. Нет? Им под нафиг наши праздники вообще. А, в ваш праздник. Наши праздники, им зачем вообще? Поэтому ни в Германии, нигде наш День Победы не отмечают. И это единственное, только выражается тем, что становится больше русских. У нас каникулы длинные. Вот это немножко не всегда хорошо. Вот, поэтому бабушка сказала, бабушка сделала. Теперь у бабушки следующая мечта. Не успела я вернуться. Я прочитала о очень, точнее даже увидела, по-моему, в Орел и Решке. В Гонконге есть музей науки. Он такой интересный. Он такой интересный. Это вообще все. Бабушка поставила план. Такие программы экономически невыгодно смотреть. Они все такие интересные. Почему? Там за 100 долларов все рассказывают. Да, за 100 долларов там можно что-то сделать. Поэтому мне хочется ее в Гонконг свозить еще пока ребенка. И я бы вернулась в Леголенд. Если Диснейленд меня... Сколько стоит Леголенд? Тоже заранее покупать билеты пришлось? Билеты там стоят 80 евро, 79-80 евро. И на ребенка скидка там всего в 5 евро. Но! Я же хитрая бабушка. Я все акции в интернете просмотрела. И была акция попкорна на коробках на немецких. Если покупаешь три коробки попкорна, то у тебя скидка в Леголенд. И в итоге мы с Владой купили за 59 евро и за 52. Круто! Да. Но это просто нужно следить. Так как я живу в интернете, я мадам интернет, то мне все-таки это проще делать. И я... Мне приходится экономить, поэтому я ищу варианты. Что это за прекрасные такие сайты и ресурсы, которые вы используете, чтобы вот это найти? Не просто же «Окей, Гугл, как сэкономить в Германии». Нет? Нет, дело в том, что беда наших, что мы не умеем читать на немецком английском. Я же свободно читаю на немецком английском. Поэтому я смотрю немецкоязычные сайты. Если что во Францию, то что английскую версию я смотрю. Там на русском, так, когда нас еще не придумали. Потом, естественно, я гуглю, кто был когда-то. Хотя свежих материалов очень мало. Ну и тем более у меня друзья же в Швейцарии и везде. У меня, слава богу, нет русскоговорящих за границей. У меня все иностранноговорящих. А для меня еще была вторая задача. Мало того, что ребенку показать сказку, пока он маленький, чтобы она была в среде языковой, где не говорят по-русски вообще. И бабушка тоже не говорит по-русски. А она изучает языки? Ну, как она может сидеть в 6 лет? Это смешно. Пока ребенок не поймет, зачем ему это. Он ничего не будет изучать. Вот эти игры в детском саду, когда... It's the dog. It's the cat. Это о чем вообще? Это вообще ни о чем. Там с ребенком на английском. Хотя с носителем языка, конечно, любопытно. Я смотрела, как работают носители языка. Дети, да, они играют. Это интересно. А тут она по эту среду говорит, что никто не понимает. И она говорит, бабушка, а это как сказать? А это как сказать? Во Франции она рыдала, потому что с нами была ее подружка Мишел. Мы поехали в гости к подруге, у которой ребенок такого же возраста. То есть там была Мишел, ей также 6 лет. Мишел так сразу легко переключилась с немецкого, с романского, с сербского и так далее на французский. И она подходит, бабушка, что делать? Я ничего не понимаю. Они играют, говорят, что они парли по-франсе. Эту фразу я знаю. Она подходит, что они парли по-французски. Она смотрит, I cannot speak French. Она весь смотрит. Мишел бежит, а она говорит, бабушка, я ничего не понимаю. Давайте разберемся после рекламы. Буквально на 2 минуты прервемся. Наталья Берязева у нас в гостях. Она недавно была с внучкой в мини-туре по Европе. Расскажите нам, кроме Леголэнда, Диснейленда, где еще можно там побывать в интересных местах с ребенком, в Швейцарии, в Германии. Ой, сразу говорю. Там, что где написано must see, вообще даже не see. Вот не надо туда вообще. Ваш личный путеводитель, давайте. Я мечтала там все. Мне нужно посмотреть замок лебедей Шванштайн, который так называется. В общем, замок лебедей Шванштайн. Уже забыла. Это находится рядом с городком Фюссен. Думаю, как же, Чайковский побывал здесь. И после этого родился вот этот великий балет. Ну и само здание, конечно, супер-супер-бупер. Очень красивое. Ну, как наше ласточкиное гнездо, только в Германии повыше и побольше. Ну, думаю, будем ехать с Мюнхена. Нам все равно это по пути. Мы нашли хостел очень такой недорогой, где можно было переночевать. Кстати, показывается, там, где туристические города, можно найти хостел по очень приличным, таким небольшим ценам. И очень уютно. Опять же, наверное, на местных сайтах, да? Да, конечно, на местных сайтах. Это искали. Ну, чтобы было по пути, потому что мы ехали с подругой и на машине, с детьми и на машине. Вот. Утром проснулись. Я такая счастливая. Наконец-таки увижу этот замок. Пошли гулять по городу Фюссену. А город Фюссен утром, немецкие городки, они такие. Ну, вот просто у меня, мягко говоря, душа тает. Он настоящий, вот как с картинок. Витрины только загорелись. Там в витринах такая красота. Людей вообще нет. И там тоже есть замок в этом Фюссене. Вообще мы поднялись на этот замок, все посмотрели. Ну и потом, ну ладно, все посмотрели, детей покормили. Поедем-ка мы вот. Господи, ну ладно же, я забыла название. Ну ладно. Бабушки, простите. Ну если что, на Зене, я уже все написала. Можно прочитать у Крэзи бабушки. Вот, приезжаем туда. Ёлы-палы, там очередь за билетами, километра три. Джжж. И Лена встала у меня в очередь. Мы с детьми там бегаем, прыгаем, играем, чтобы им скучно не было. Потому что все-таки они маленькие дети, надо приглядывать. Ну вот сейчас Лена стояла за билетами. В итоге, да, мы купили билеты. Но наша экскурсия самая последняя, потому что они ровно через 30 минут. И нужно эти пять часов что-то делать и ждать, чтобы попасть в замок. Потому что мы хотели посмотреть, что там внутри. Вот. И тем более я-то картинки видела. Я хочу рассказать там про владельца замка. Как он дружил с Вагнером. Там про цифаль. Там то, что бабушка когда-то в филологии немецкой учила. Мне хочется во внучку все это впихнуть. Думаю, все покажу, все расскажу. Ходили, 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 ходили. А было прохладно, ветрено в этот день. Дети устали. Сидеть не на чем. Японцев и китайцев, как в Китае. Столько народу. Это просто вообще. Я уже такая говорю, Лена, может быть мы не пойдем что-то внутри смотреть. Ну ладно, какой там ретро, там барокко и все прочее. Она говорит, ну нет, уже остался последний час. Дождались. Во-первых, заходишь ты в этот замок. Очередь идет так плотно. Снимать ничего нельзя. Видео нельзя. Очередь идет так плотно. И тебе уши еще говорят. Тем более есть только английский, немецкий. Вот, внучка у меня выбрала английский. Я слушала на немецком. Внучка начинает задавать вопросы. А почему парцифаль? А при чем здесь Вагнер? Я ничего не успеваю отвечать. А толпа так идет, тебя так джжжжжж и проталкивает тебя вперед. В итоге экскурсия заняла 20 минут. Вот эти красивые убранства, синие с золотом, партиеры. Все закрыто белыми покрывалами. Ничего не видно вообще. Я вышла такая расстроенная. То есть мою крустальную мечту просто вот так вот ногами растоптали. А подниматься до этого замка еще 40 минут еще вниз идти надо. Поэтому сразу говорю, особенно кто с детьми едет, не ходите туда, где надо увидеть. Надо. Я говорю, что это туда надо, туристический маршрут. Не за что. Давайте пойдем от обратного. Те места, которые наоборот вас удивили, может быть в которые вы не собирались, они не так популярны, но они прекрасны оказались. Дело в том, что в Швейцарии Элия, которая ребенок похожа, как мой, она прекрасно ориентируется на местности. Вот мы с ней вместе ездили на Боденское озеро, например. Мы ездили смотреть всякие местные пекарни, пивоварни, всякие детские магазинчики. То же самое в Цюрихе она нам показала очень интересные маршруты, по которым не ходят туристы, где никого нет. Мы поели там эти самые лучшие в мире колбаски, которые существуют в Цюрихе. Но это благодаря тому, что она живет здесь. То есть я этого никогда бы сама не сделала. И поэтому, если вы куда-то едете, сразу говорю, едьте к друзьям, которые живут там, на этой местности, они все знают, понимают и знают, что показать вашему ребенку. И если вы едете с ребенком, то приезжайте в семье такой же ребенок. Во-первых, чтобы дети общались, естественно. Во-вторых, мы ориентированы сразу на этих детей, что-то им показать. И нам показывают, что я Швейцарию вообще полюбила. Для меня Швейцария, это такое, как один швейцарец мой знакомый шутил, если коровы красивее, чем женщины, значит ты в Швейцарии. Потому что там действительно коровы красивые. Коровы красивые или девчонки не очень? А девчонки не очень, мягко говоря. Но я вот даже не знал, что в Германии есть парк развлечений. Под Мюнхеном или Голландом? Да, я не знал. Нет, ну я это специально искала и я просто знала. Он похож на чем-то Диснейленд, да? Нет. В Швейцарии какие-то аттракционы тоже такие детские есть? Какие-то парки? В Швейцарии вообще отдельно могу говорить. Швейцария очень недружелюбна к детям. Вот у них как раз касается детских площадок. Мы там посетили музей динозавров. Динозаврус-музеум, он находится в Цюрихе. Вот. И там при этом музее детская площадка, где ты можешь выкапывать останки там, оставшихся с животных. В общем, тут же есть у них гриль, костер все время горит. Можно колбаски жарить, то есть можно приезжать всей семьей. А вообще детские площадки, мягко говоря, хуже наших, чем у нас в Европейском береге. Они меньше, они не такие приспособленные. И вообще Швейцария, она говорит, если ты рожаешь ребенка, сиди дома и уже не работай. Потому что садик государственный работает только до 12 часов. 12 часов. А дальше, ну, плати. Получается 150 евро в день. У них франка. Ну, франк и евро почти одинаковый. Стоит посещение садика ребенка. Елена у меня тоже разведена. Она растет ребенка одна. Она вынуждена держать дома женщину из Сербии. Драгону, которая занимается ребенком и забирает. То есть даже дешевле няне, чем детский сад. Ну, из такой страны, как Россия и Сербия, естественно. Она приезжает за 500 евро и счастлива. Это не 150 евро в день за ребенка. Вот. И в этом плане, конечно, что мне понравилось в Швейцарии, вот этого я нигде не видела. Елена обожает самолеты. А у них, оказывается, в Цюрихском аэропорту есть специальная детская площадка для тех. Прямо вот, где самолеты поднимаются. И огромная детская площадка, где можно поиграть, полазить и так далее. Самые антивичные самолеты. И как стюардессы выходят, там люди проходят. Там специальный контроль. Ты проходишь таможню туда, чтобы попасть на эту площадку. Сам процесс по себе вообще удивительный. Я говорю, Елена, а что это, откуда ты знаешь? Я хотела быть пилотом, сказала она. Детям вот там я действительно нигде не видела. Вход стоит что-то 4 или 5 франков, или 5 евро. И можно хоть целый день там сидеть. Можно с собой, опять же, приносить еду. Там, пожалуйста, приносите все с собой. У нас же, как бывает, зашел, и ты свое уже не кушаешь. Нельзя, запрещено. Тут, пожалуйста, ты заходишь в любой музей, ты можешь брать с собой еду. Очень, поэтому, то, что мне еще, конечно, в Швейцарии понравилось. Ну, во-первых, простите меня, пожалуйста, я толерантна, что у них почти нет эмигрантов. У них есть смешанные браки, там черные, там белые. А вот мусульман, как в Германии, которая меня этим потрясла просто. У меня был шок-шок, когда мы прилетели в Афранцию. Ну, это я потом могу отдельно рассказать. Давайте, да, мы поговорим еще отдельно. К сожалению, время эфира подошло к концу. Я думаю, да, у нас будет еще возможность, надеюсь, повод с вами поговорить. Потому что, действительно, историй много. Очень интересно, да. Да, и, ну, с таким человеком опытным в путешествии всегда поговорить интересно. Наталья Берязева была у нас в студии, спасибо. Спасибо.